Это видео про цветочки сделано до госпиталя. А завтра я сделаю видео, так я постараюсь завтра сделать видео, про цветочки после госпиталя. И вы увидите такие всякие разные интересные изменения, которые я сегодня обнаружила с большой радостью. Всем привет! Наконец-то у нас хоть чуть-чуть погода изменилась. Нету дождей. Еще вчера шли и до этого целую неделю и холодно было, и всякое такое. Ну а сегодня уже даже появляется солнышко. Ну как только я вышла до балкона, но все спрятала. А я хочу показать свою герань. Товарищи, гляньте, какая красота! Красивейший цвет коралловый. Один цветонос. Смотрите, как она распустила. Хочу повернуть. И вот второй, второй такой дает. И такое у нее, как бы, все вот это вот основание цветка такое мощное получается. Знаете, есть такое желание быстро пересадить в какой-нибудь такой большой горшок. Но я всегда помню, что герань, она не любит больших горшков. И не любит, чтобы ее заливали водой. Она любит такое быть. Сухенькой, сухенькой. Я, кстати, ее еще сегодня и не поливала. Ну, полью. У меня там есть раствор с удобрениями, которым я поливаю орхидеи. И поэтому можно будет полить герань. Ну, а так все остальные мои герани, как есть, так и есть. Красавицы. Все, 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 все красавицы. Вот это вот, знаете, вот уже отцветают какие-то. Я на это еще не срезала сегодня, а вот на вот этих всех, которые там, вон, Пеларгония, где там она, вон, там она, там, так вот, свесилась, свесилась с балкона. Хочет посмотреть на людей, себя показать. Но, увы, люди у нас там не ходят. Это пустырь, по которому никто не ходит. Так вот, я сегодня с этой вот красной, боже мой, сколько я с нее срезала. Наверное, ну, больше десяти с этих двух вазонов, вот таких вот, свете, их дождем позбивало здорово. И здорово они уже начали облетать. Потому что, ну, те, которые, вот эти еще ничего, а вот те, которые начинают вот так вот, да, вот так вот облетать, и пытаются там из себя изобразить семена, я эти обрезаю. Ну, и розовая, розовая, она всегда у меня тут скромно в уголочке стоит, такая бледно-розовая, местами не очень бледная, неплохая. Моей внучке всегда она нравилась. Я всегда, когда я показывала красную герань, она всегда говорила, а вот и розовая такая, да, действительно, тоже очень красивая. Но, 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 товарищи, какой у меня сегодня сюрприз. Вот, 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 обратите внимание. Сейчас я подниму это, ой, тяжелый, тяжелый, тяжелый такой горшочек, горшочек. Смотрите, смотрите, бегония. Я вдруг сегодня обнаружила, что моя бегония одна единственная подает признаки жизни. Листочек появился, мы перезимовали, и вот что-то там еще немножечко в глубине виднеется, но я там не лезу и не трогаю. Ой, так, сейчас я ее поставлю, поставлю. Так, я ее из-под лестницы вытащила и быстренько сюда, поближе к свету. Это, по-моему, там, знаете, вот такие вот ростки появляются. Ой, я уже на них крест поставила, потому что, вот, вот, смотрите, сколько листков, то есть этих лепестков позвелось. Вот там вот они у меня стоят, вот еще одна, там еще одна, их там несколько стоит. Я их сегодня полила. Я их вообще поливала, не очень часто, но поливала. Я подумала, что, наверное, их нельзя сильно заливать. Но пока на них ничего, никаких, так сказать, признаков жизни не видно. И вдруг-вдруг такой сюрприз смотрю, а там такой листик, ха-ха-ха. Я очень обрадовалась, кстати. Так, ну, это лук я посадила, он так приживается, вроде неплохо приживается. Дает так, новые перышки уже появляются. Я с него варварски срезала все, что у него было. Использую. Хочется уже, хочется, хочется побежать в банин и купить. Купить чего-нибудь, купить чего-нибудь, каких-нибудь еще цветочков. Еще я люблю чернобрызцы у себя на балконе, чтобы у меня были. Ну, увы, увы, еще неделю, наверное, мы будем сидеть на этом карантине, а дальше будет видно. Или локдауни, или как там оно называется. Ну, а теперь от балкона и цветов хочу плавно перейти к орхидеям, которые я сегодня поливала. Вот, обратите внимание на эту орхидею, Fancy Wrinkles. И скажите, вы вообще вот видели когда-нибудь, чтобы вот у орхидеи, которая сидит в горшке, там чем-то засыпана самым золотым, чтобы у нее было столько корней и таких корней? Я думаю, нет. Даже у самых лучших орху этих, которые там рассказывают про орхидеи, у них такого вы не видели никогда. А здесь вы можете увидеть. Эта орхидея, она у меня все время хотела выпасть из той вазочки, в которой она у меня сидела. Она все время хотела вывалиться из нее. И мне пришлось пересадить ее в такой вот свой графин. То есть, в общем-то, что значит пересадить? Переставить из одного такого сосуда в другой сосуд. Ну, и это такая очень интересная орхидея. Она меня обманула. Сейчас скажу, чем. Когда я ее купила, она отцвела, отцвела. И потом, через какое-то там время, я заметила, что у нее появился цветонос. Вот такой тут цветоносик. И в то же время, вот у нее там, глубоко-глубоко в корнях, тоже появилось такое нечто. И я, знаете, даже снимала на видео и сказала, что обычно вот там вот в корнях появляются детки. И я так была вообще стопроцентной уверенностью, что это будет детка. А она меня обманула. Оказалось, что это второй такой цветонос. Как интересно. Вот смотрите, один цветонос она где-то там заложила, глубоко в корнях. А второй цветонос она заложила буквально вот два листика только. И теперь она растит два вот таких вот здоровенных цветоноса. Цветоноса один такой вообще длиннючий, с веточкой. Вот, да, такой шикарный. На втором она вроде бы и цветочки уже собирается распускать. Это будут такие желтенькие в точечку, да, веснушечки. В общем, орхидея молодец. Живет себе, не тушит. Ой, тяжело держать. Знаете, они такие тяжелые, эти корни. Еще и графин такой тяжелый. Еще и после того, как я ее поливала, то есть подержала где-то там, она у меня, наверное, часа, то и больше простояла в удобрениях. Вот пока орхидея не расцвела, я ее каждый раз поливаю с удобрениями. Вот это следующая орхидея, которую я хочу показать с деткой. Знаете, это крайне неудачная была у меня покупка. Это как бы был мой подарок на день рождения. Я купила в супермаркете. Называлась она и называется Carrot Cake. Ротик, морковный пирог. Это вот мама, мама с такими вот огромными, какими-то лопушистыми, даже не лопушистыми, я даже не знаю, как их назвать, такими листьями, листьями огромнючими. Ну и она у меня подцвела, подцвела как-то бесславно. И что она сделала? Она вот здесь вот убила свою точку роста. То есть какой-то листик там был, он сгнил и все. Все. Ну и дальше вот она вот так вот живет с этими тремя листиками. И в один какой-то такой прекрасный момент я увидела, что она выращивает детку. У нее вот здесь вот при корнях образовалась такая вот детка. Вот эта детка, у детки три листика. У детки уже там много корней, которые пошли в баночку. Почему я держу ее в такой баночке? Можно было взять побольше баночку, чтобы эти листья как бы так не ложились на то, на чем она стоит. Но она у меня так стоит, что эти листья просто свисают. Еще и интересно, вот этот лист, это я его сюда и загнула. Вот этот лист я его так вот, знаете, и загнула. А он вообще шел вот так вот, вот здесь вот шел сверху. И этому листу мешал развиваться. Ну и потом я его очень осторожненько развернула в эту сторону, ну, чтобы детка могла расти себе свободно. Ну и детка так растет. У нее и корешки там имеются, которые она выращивает. Ну, в общем, я все-таки надеюсь, что может быть еще. Это уже я ее купила в марте прошлого 2020 года. Сейчас уже октябрь 2021 года. И вот за это время мы только вот так вот отрастили такую детку. Ну, я надеюсь, что может быть уже к следующему году она, детка, сможет дать цветоносик. Разделять я не собираюсь. Вот так вот пусть и растет. Пусть так сидит. Она так, детка, вроде выглядит неплохо. Листочки тоже дает такие неплохие. Ну, вот такая вот она. Смотрите, она так где-то там из-под корня изогнулась. Ничего не отрезаю, ничего не делаю. Вот так вот все. Пусть растет себе и растет. Такая детка, я надеюсь, что может быть мне все-таки удастся получить хорошую орхидею Carrot Cake. Это следующая мамаша. Орхидея Майшинган. Я ее купила. Такая мини орхидея. У нее были такие меленькие, беленькие цветочки. Такие очень нежненькие, розовенькие точечки. Очень такая симпатичная орхидея. Красивенькая. Но она подцвела, отцвела. И стоит себе, стоит. Потом я смотрю, вдруг, 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 она решила что-то вот здесь вот растить между листьями. Вот, посмотрите и обратите внимание. Знаете, я и до сих пор не знаю, что это она растит. Ну, здесь вот у нее корешочек растит. И за счет того, что корешочек растит, вот этот вот листик может желтеть. Значит, я вот не знаю, что она такое растит. На лист вроде бы не похоже. Вот у нее такой новенький листик здесь там. Ну, корней там у нее полно. Корни очень неплохие. Не знаю, что это растит. Ну, надеюсь, что детка. И после того, как она отрастила вот это. А оно, знаете, сначала было такое маленькое-маленькое, что-то там такое виднее. Я вообще думала, это цветонос сначала. А потом нет, на цветонос как-то не похоже. И потом я заметила, а вот у нее там между корней показалось что-то такое, что-то такое зелененькое. Ну, наученная горьким опытом с моей веснушечей орхидеей. Я все-таки ждала, что это будет. А не будет ли это цветонос где-то там. Но, по-моему, это совсем не похоже на цветонос. Хотя трудно сказать. На той орхидеи с веснушками, на той тоже так было. Вроде бы похоже на детку, а потом оказалось цветонос. Ну, не знаю, не знаю. Пока не могу определиться, но думаю, что может быть это все-таки детка. Ой, вот такие тут мамашки у меня собрались. И так мне такие загадочки. А тут вот мы такие все. Ну, а так орхидея себя чувствует нормально. Листья у нее нормальные. Корней там полно. Чувствует себя хорошо. Смотрите. По поводу зелени хочу заметить, потому что некоторые... Мне там написала одна в комментариях зрительница, что вы зелень не убираете. Может быть, нет времени. Нет. Я сознательно теперь не убираю зелень. Я пришла к выводу, что с зеленью орхидеи растет лучше. И зелень появляется тогда, когда начинаешь удобрять орхидеи. Вот пока ты ее не удобряешь, пока она цветет, я не удобряю. Поливаю просто водой. Это я ее сегодня не поливала. Я ее поливала два дня назад. А когда ты уже начинаешь... Вот она отцвела, срезала цветонос, и она начинает получать свое питание в виде удобрения, у нее появляется зелень. Я заметила, что с зеленью орхидея цветет и растет лучше и мощнее, и чувствует себя как-то лучше. Очень такой интересный момент. Вот, чтобы не быть, так сказать, голословной, просто возьму в руки орхидею Диффуженс и покажу вам. Смотрите на эту баночку. Слушай, зеленее тут, наверное, быть не может, да? Смотрите, вообще ничего не видно. Но орхидея себя чувствует прекрасно, цветет замечательно. И мало того, вот у нее еще второй такой цветонос она выдала. А так у нее и листья в хорошем состоянии, и корни там в замечательном состоянии. Поэтому, товарищи, если у вас есть какая-то зелень, не волнуйтесь. Орхидеи это любят. Ну и последним номером моей программы хочу показать свою самую удачную на данный момент орхидею с деткой. Посмотрите, эта орхидея называется Тайн Шин Энджел. Я получила ее, купила по интернету. Она пришла такая, знаете, не очень какая из себя такая. Приходилось мне очень много уделять ей внимания для того, чтобы она нарастила там хорошую корневую систему, чтобы она чем-то меня порадовала. Она цвела у меня один раз после того, как я ее купила, потому что это была молодая орхидея. Потом она цвела второй раз у меня. И вот теперь, вот теперь, обратите внимание, кто из них мама, а кто из них детка. Да? Если вы подумали, что вот это детка, то вы ошиблись. Это мама. Вот это мама. А вот это вот такая у нее детка. Замечательная. Отросла такая замечательная детка с такими вот длинными листьями. Она и должна быть с такими листами. И выдала мне вот такой вот цветонос. Это будут красивые такие мини темно-бордовые цветочки. Вот так вот. Значит, хочу сказать, разъединять я их не буду. Вот так вот они и будут у меня расти. Если надо, возьму побольше вазочку или баночку. Если не надо, то пусть и так себе живут. Вот. Пускай, пускай так будут. Может быть, будет еще одна детка. Ну, а если не будет, то пускай у меня будет такая орхидея, в которой будет много листьев, много корней. И она, может быть, будет хорошо и красиво цвести. Вот так вот, товарищи, какая может быть детка. Переросла в свою маму. Такая вот она у меня. И я уже, знаете, так, с нетерпением жду от нее цветочков. На этом я сегодняшний свой обзор хочу закончить. Желаю вам, чтобы у вас каждая орхидея подарила вам детку. И детка при этом расцвела. А я желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова